Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. На протяжении нескольких веков мы с величайшим удовольствием слушаем шедевры мировой классической музыки, но очень мало знаем об их истории создания. Полюбившиеся всему миру мелодии станут еще более близкими нашему сознанию, воображению, если мы в довершении к волшебным звукам произведения будем знать их тайну появления на свет. На уроке вы уже познакомились с историей Полонеза Агинского, как мы называем его, или Полонез Прощания с Родиной, и Адажо Альбиони, а также со знаменитым свадебным маршем Мендельсона. Поэтому мы не будем возвращаться к этим произведениям, а поговорим о другом произведении из мира музыки. Сегодня вряд ли найдется человек, никогда не слышавший лунные сонаты Людвига ван Бетховена. Ведь это одно из самых известных и любимых произведений в истории музыкальной культуры. Такое красивое и поэтичное название произведению дал музыкальный критик Людвиг Рельштаб, но уже после смерти композитора. А если быть точнее, то не всему произведению он дал название, а только его первой части назвал его «Лунная соната». Если по поводу другого популярнейшего произведения Бетховена «Богателлик Элизи» возникают сложности, попытки узнать, кому оно посвящено, мы об этом уже говорили ранее на уроках, то соната для фортепиано номер 14 до диэс минор, написанная в 1800-1801 годах, была посвящена Джульетте Гвичарде. Маэстро был влюблен в нее и мечтал о женитьбе. Кстати, стоит отметить, что в этот период композитор стал все чаще ощущать ухудшение слуха, но был все еще популярен в Вене и продолжал давать уроки в аристократических кругах. Впервые об этой девушке, своей ученице, которая любит меня любимо мной, так он говорил, писал в ноябре 1801 года Францу Вегельберу, 17-летняя графиня Джульетта Гвичарде и Бетховен познакомились в конце 1800 года. Бетховен учил ее музыкальному искусству, причем даже не брал с нее за это денег, а в благодарность девушка расшивала ему рубашки. Казалось, что их счастье ждет их вечно, и что ведь чувства у них взаимны. Однако, ребята, планам Бетховена не суждено было сбыться. Ютная графиня предпочла ему более знатного человека, тоже композитора Венцеля Геленберга. Что было особенно обидно для Бетховена, что он тоже был композитором и не таким, как говорится, венценостным и популярным, как он. Поэтому ему бы это было двойне обидно. Потеря любимой женщины, усиливающая глухота, рухнувшие творческие планы, и все это навалилось на несчастного Бетховена. И вот соната, которую композитор написал, вернее, он начал ее писать в атмосфере окрыляющего счастья и трепетной надежды, завершилась гневом и яростью. Еще известно, что именно в 1802 году композитор написал то самое геленштадтское завещание. Мы о нем поговорим позже, на следующем вебинаре. В этом документе слились воедино все отчаявшиеся мысли о надвигающейся глухоте и неразделенной обманутой любви. Давайте послушаем фрагмент лунной сонаты. Часть первая. КОНЕЦ КОНЕЦ Кстати, некоторые историки, которые писали о Бетховене, считают, что именно Джульетте Квичарди было адресовано письмо. Оно или не было отправлено, или оно возвратилось без адресата. Известное как письмо к бессмертной возлюбленной. Оно было обнаружено уже после смерти Петховена в потайном ящике его гардероба вместе с миниатюрным портретом Джульетты. Удивительно, что название «Лунная» очень прочно закрепилось за сонаты благодаря великому берлинскому поэту, сравнившему первую часть произведения с прекрасным пейзажем «Озеро в лунную ночь». Но любопытно, что многие композиторы и музыкальные критики выступали против такого названия. А Рубинштейн отмечал, что первая часть сонаты глубоко трагична, и в ней, скорее всего, показано небо с густыми облаками, но никак не лунный свет, который, по идее, должен был выражать мечты и нежность. И лишь вторую часть можно назвать с натяжкой лунным сиянием. Более того, можно сказать, что первая часть больше всего напоминает солнечный день, нежели ночь. Несмотря на все протесты критиков, именно это наименование и закрепилось за произведением. Как я говорила, когда он его писал, он уже ощущал первые пристаки глухоты. А вот сам композитор дал своему сочинению название «Соната в духе фантазии». И связано это с тем, что привычная для этого произведения форма была нарушена, и части изменили свою последовательность. Вместо обычных «быстро», «медленно» и «быстро» развивается соната от медленной части к более подвижной. Еще интересен такой факт, что Бетховен всего лишь двух своим произведениям дал сам название. Это «Патетическая соната» и «Прощальная», а все остальные были названы не им. А вот насчет «Лунной сонаты» сам автор отмечал, что она требует очень деликатнейшего исполнения. И вторую часть, кстати, сонаты принято сравнивать с «Танцами эльвов» и «Сна в летнюю ночь Шекспира». Любопытно, что существует много вариантов, как я уже говорила, сюжетного толкования сонаты, но все же наибольшую популярность получил именно образ рельштаба «Лунная соната». Кроме того, американская ювелирная компания выпустила потрясающее ожерелье из натурального жемчуга, названное «Лунной сонатой». Есть разные факты, где говорится о том, что в честь «Лунной сонаты» называют какие-то рестораны, кофе, видите, даже жемчуг, колье, даже жеребец, выведенный в Америке, получил такое необычное и красивое прозвище, как «Лунная соната». Итак, сегодня мы с вами познакомились с бессмертным произведением Бетховена «Лунная соната». Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то интересное и познавательное об этом произведении и о композиторе. На этом наш вебинар подошел к концу. До свидания, до новых встреч в Доме знаний.